Каждый гражданин России имеет возможность пройти бесплатную диагностику своего здоровья, если он рожден в год, который в 2018-м попадает под диспансеризацию. Она охватывает разные возрастные группы старше 21 года, включая пенсионеров, студентов, работающих и неработающих граждан. Диспансеризация направлена на выявление у обследуемого человека недугов на начальной стадии. Благодаря этому при наличии заболевания у пациента можно раньше начать лечение, что в целом понижает смертность в стране и увеличивает продолжительность жизни населения. Диспансеризацию можно проходить один раз в три года. Она начинается с заполнения анкеты. В зависимости от возраста выявление факторов риска носит различный характер. Поэтому приказами Министерства здравоохранения разработаны определенные анкеты для разных возрастных групп. То есть до 75-летнего возраста мы отвечаем на определенные вопросы анкеты. Старше 75-летнего возраста эти вопросы несколько другие. Эти вопросы направлены на то, чтобы каждый гражданин рассказал о тех изменениях в состоянии здоровья, которые у него есть. Вопросы касаются питания, физической активности, наличия вредных привычек и наследственных заболеваний. На основе полученных ответов у врача формируются начальные представления о состоянии здоровья пациента. Далее выявляется уровень холестерина и глюкозы в крови. Проводится кардиологическое обследование. Кроме того, в отделении профилактики каждому гражданину будет измерен рост, вес, индекс массы тела определен, измерен объем талии, померено артериальное давление и померено внутригласное давление всем лицам старше 39 лет. Почему это проводится? Потому что, казалось бы, обычные изменения, но превышение индекса массы тела выше 25, это уже говорит, что у человека есть избыточный вес. А если у него индекс массы тела больше 30, так это вообще уже ожирение. И это тот фактор риска, который приводит к развитию ишемической болезни сердца. И это опять же фактор риска развития сахарного диабета. Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту регистрации. При наличии полиса обязательного медицинского страхования все консультации врачей вместе с анализами будут бесплатными. Для оформления направления дополнительно необходим паспорт. Работающим гражданам условия для прохождения обследования должен обеспечить работодатель конкретной организации, который никак не может препятствовать этой процедуре. Николай Теплов, Александр Прокудин. Новости ТВ Рассказыва.